Как происходит тушение огня в многоэтажном доме? Сколько времени есть у спасателя, чтобы излезть человека из покореженной машины? Какой инвентарь точно не забудет взять с собой сотрудник водолазно-спасательной службы? Ответы на эти и другие вопросы услышать и даже увидеть воочию иностранные гости смогли на познавательной экскурсии по территории пожарного аварийно-спасательного отряда Брестского областного управления МЧС. Студенты получили реальное представление о суровых буднях спасателей и с удовольствием поделились своими впечатлениями, даже несмотря на временный языковой барьер. Мне очень сильно понравилось, и я много чего взял от этого, чтобы не случилось такое, чтобы пожару не было никакой, чтобы не курить в тех местах, где запрещено. Я считаю, такие мероприятия должны проводиться часто, чтобы многие люди знали, как соблюдать пожарную технику безопасности и знать, как при этом тушить очаг возгорания. Акция «Студенты за безопасность» – инициатива представителей Брестского областного управления МЧС, отдела по делам молодежи Брестского областного полкома, а также университета имени Пушкина. Мероприятие призвано показать молодым людям важность соблюдения правил пожарной безопасности. Кстати, среди студентов-иностранцев такое мероприятие в волонтерском центре МЧС проходит впервые. Глядя на то, с каким интересом они наблюдали за действиями спасателей, знакомились с их условиями труда и отдыха, а также на активность участия в дискуссии с главным пожарным областем Константином Шершуновичем, есть надежда, что полученная информация сыграет не последнюю роль в случае возникновения пожара. Любое проведенное занятие, как бы ни было, но в блоке памяти у каждого человека что-то останется положительное, и он, конечно, будет его использовать в своей повседневной жизнедеятельности. И это не только в ситуации в общежитиях, это везде, и на производстве, и в домашних условиях, в целом в обществе. Мы считаем, что таким образом мы повышаем нашу общую культуру и в целом, конечно, культуру безопасности. Демонстрация обучающих фильмов о необходимости осторожного обращения с огнем стала заключительным аккордом акции «Студенты за безопасность». Огнеборцы напомнили гостям о правилах безопасного поведения в местах с массовым пребыванием людей, в частности в общежитиях и в учебном заведении. Осталось поблагодарить сотрудников МЧС за очень важный урок для будущих учителей, который, безусловно, пригодится им в жизни. Конечно, хотелось бы поблагодарить сотрудников областного управления МЧС за то, что мы имеем сегодня такую возможность, за то, что есть такой замечательный волонтерский центр, куда мы можем приглашать сегодня молодых людей и объяснять им основы правил пожарной безопасности, поскольку наша безопасность, я думаю, я так считаю, зависит в первую очередь от нас самих. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.